В столице наградили лауреатов Национальной кинопремии Беларуси. Такое масштабное событие в истории белорусского кино проходит впервые. На заветной статуэтке в виде кинопленки с папоротником получили 20 лучших работ отечественных представителей киноиндустрии. Символично, что церемония награждения прошла в Доме кинов их профессиональный праздник. А тем временем в Гомельской области начался сезон праздничных утренников. В некоторых учреждениях культуры ежедневно проходит до пяти новогодних мероприятий. Подробнее о них и других культурных событиях нашего региона расскажет Анна Корольчук. До главного зимнего праздника осталось чуть больше недели. На городских площадях мерцают елки, улицы украшены гирляндами, а по особенному к Новому году готовятся и учреждения культуры. Они презентуют яркие сказочные программы для юных посетителей. При этом не ограничиваются традиционными спектаклями и утренниками, а предлагают новые формы развлечений. Так в Центре инклюзивной культуры прошел увлекательный новогодний квест с интересными головоломками. В основе сюжета известна история щелкунчика, которого заколдовал мышиный король. Чтобы помочь герою снова превратиться в принца, дети разделились на команды и отправились выполнять различные задания. В каждой из шести локаций их встречал новый герой со своим испытанием. В конце программы все получили сюрпризы и подарки от Деда Мороза. Новогоднее шоу для зрителей презентовал Гомельский цирк. Премьерный показ программы «Волшебный эликсир Деда Мороза» прошел с аншлагом. Гомельчане и гости города на манеже увидели выступления лучших артистов из России, Венгрии и Франции. Программа получилась насыщенной. Большое количество экзотических животных, среди которых дрессированные обезьяны, зебры и морские львы удивили как детей, так и взрослых. Кроме номеров с животными, зрители увидели трюки гимнастов, акробатов и, конечно, клоунов. Увидеть представление в Гомеле можно до 13 января. Жителям и гостям Гомеля также на этой неделе представили целый ряд выставочных проектов. В Центральной городской библиотеке имени Герцена открылась выставка витражей «Мир фантазий на стекле». 23 работы в технике витражной живописи предоставила детская школа искусств номер 5 города Гомеля. Роспись по стеклу там преподают уже 4 года. Авторы работ – ученики 13 и 14 лет, выпускники школы и их преподаватели. Современную ручную роспись делают профессиональными витражными красками, используя контурную пасту. Изображение получается объемным с полупрозрачной текстурой. Оно передает мелкие элементы и похоже на акварель. Стежкой протков. Первая персональная выставка члена Белорусского союза мастеров Гульнары Качан открылась с картиной галереи Гавриила Ващенко. В экспозиции более сотни обрядовых, обереговых и игровых кукол. Это результат многолетнего изучения автором традиций народной славянской культуры. На открытии выставки посетители узнали много фактов о куклах и их месте в национальной культуре. Также Гульнара Качан провела для гостей мастер-класс по созданию одной из кукол. Увидеть экспозицию можно до 31 января. О новом в археологии Гомельщины рассказали во дворце Румянцевых и Паскевичи. По сложившейся традиции сотрудники музея познакомили публику с новыми поступлениями в фонды предметов археологии и результатами научных изысканий. Представленные артефакты были найдены в процессе раскопок на территории Северного посада Гомеля, раннесредневековых памятников в Лоевском районе, а также случайных находок жителей Добрушского района. Их обнаружили в 2017 году в экспедициях Института истории Национальной академии наук Беларуси, Гомельского университета имени Франциска Скорины и Музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля. Чем нас порадует следующая неделя, узнаем прямо сейчас. Музыкальную сказку Мэри Поппинс по повести Памелы Треворс представят в Гомельском ледовом дворце. Историю няни-волшебницы на льду воплотят воспитанники областной с дюшор номер один. Удивлять гостей представления будут не только актерской игрой, но и яркими декорациями, костюмами, театральным светом и, конечно же, трюками. Гомельская областная библиотека имени Ленина приглашает всех на праздничную культурно-развлекательную программу. Чтение новогодних сказок, рождественский фотосалон, викторины и мастерские Санта-Клауса ждут детей и их родителей. А завершит программу спектакль о бесстрашной Герде и заколдованном Кае от артистов Народного театра «Грачи». Самыми интересными культурными событиями региона вас знакомили Анна Корольчук и Андрей Иванов. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели».